Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава региона Вячеслав Федорищев работает в Екатеринбурге, где проходит международная промышленная выставка «Иннопром-2024». Свою экспозицию с крупнейшими предприятиями региона представила Самара. Во время работы на выставке правительство Самарской области заключило соглашение о сотрудничестве с АО «Трансмашхолдинг». Оно направлено на развитие и модернизацию общественного транспорта. Подробнее в нашем сюжете. На международной промышленной выставке «Иннопром-2024», которая сейчас работает в Екатеринбурге, свою экспозицию с крупнейшими предприятиями региона представила и Самара. Во время работы делегации правительства Самарской области во главе с ВРИО губернатором Вячеславом Федорищевым было заключено соглашение о сотрудничестве с АО «Трансмашхолдинг». Оно направлено на развитие и модернизацию общественного транспорта. Подписи под документом поставили глава региона Вячеслав Федорищев и гендиректор предприятия Кирилла Липа. Новый партнер поможет в обновлении общественного транспорта региона и анализе маршрутной системы, уверен в РИО губернатора. Это ведущий производитель как путевой техники, трамваи, автобусы, так и центра компетенции. Среди из работ в многих регионах России предлагают еще и аналитику и понимание, как правильно составлять транспортные маршруты, как анализировать транспортные потоки. Мы договорились о системном взаимодействии. Важнейший вопрос, который всех волнует, это обновление транспорта, это и трамваи, и автобусы. Мы договорились о том, что будем идти в этом ключе. Скоро будут объявлены конкурсные процедуры. Я уверен, что до сентября мы физически уже будем обладать новую технику в Самаре и далее из года в год будем ее обновлять в соответствии с нашим планом. Для нас, безусловно, связь с регионами является определяющей. Все-таки мы производим городской транспорт, поэтому нам очень важно понимать, как развивается транспортная система региональная, какими темпами наша продукция не может ездить по обычным дорогам, она ездит только там, где проложим путь. И поэтому принципиальным является развитие инфраструктуры. Также глава Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Координационного совета по промышленности. Его провел глава Минпромторга Российской Федерации Антон Алиханов. Вячеслав Федорищев является заместителем руководителя комиссии Госсовета Российской Федерации по направлению промышленность. Он рассказал о том, что работа комиссии будет меняться в соответствии с национальными проектами, а также предложил министру ряд решений и выразил надежду, что они будут поддержаны. Виктория Шарая, события. Обсудили темпы расселения граждан из аварийного жилья и работу административных комиссий во всех районах города. В администрации Самары состоялось еженедельное заседание под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Она заслушала отчеты от руководителей профильных ведомств и районных властей. Мы побывали на совещании и готовы рассказать подробности. В Самаре продолжается расселение граждан из ветхих и аварийных домов. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» из аварийного фонда переехали почти 3000 семей, это свыше 8000 человек. Если говорить о площади, то это более 100 тысяч квадратных метров жилого фонда. Актуальные вопросы по расселению граждан из аварийного жилья обсудили на еженедельном совещании в администрации, которое провела глава города Елена Лапушкина. Сейчас в городе реализуется пятый этап программы. По пятому этапу у нас подлежало расселению 75 321 квадратный метр или 2082 семей, 5355 человек. Из них расселено 765 семей, 29 729 квадратных метров, 2091 человек или 39,4%. Не расселено 44 425 квадратных или 3342 человека. Благодаря заключенным муниципальным контрактам на участие в долевом строительстве до конца этого года ожидается приемка жилых помещений от застройщика. Это позволит мэрии предоставить квартиры тем, кто сейчас стоит в очереди на жилье. Еще один важный вопрос в повестке заседания – работа административных комиссий по выявлению правонарушений, таких как незаконные граффити, парковка на газонах, нарушение режима тишины и других. Главы районов отчитались о том, как организована эта деятельность. В промышленном районе, например, комиссия рассмотрела 536 дел о правонарушениях. По 416 делам вынесли решение о штрафах на общую сумму 2 миллиона 206 тысяч рублей. Наибольшее количество дел, более половины, возбуждено 255 дел за размещение транспортных средств на газоне, наложено штрафов на общую сумму 537 тысяч рублей. За осуществление торговли вне места установленных органов местного управления, статья 6.1, возбуждено 113 дел и наложено штрафов на сумму 134 тысячи рублей. За нарушение правил выгол домашних животных, статья 8.8, возбуждено и рассмотрено 14 дел, выясено штрафов на 39 тысяч рублей. В Ленинском районе комиссия составила порядка 330 протоколов. Наложено 278 штрафов на общую сумму 881 тысячи 500 рублей. По части 1.2, статья 2.1, закона за нарушение тишины и покоя граждан, рассмотрено 23 дела, вынесено 12 предупреждений, наложено 11 штрафов на сумму 15 тысяч рублей. По части 4.2, статья 4.2, законная, за невосстановление благоустройства территории в месте произведения работ, рассмотрено одно дело и назначен штраф 50 тысяч рублей. Глава города Елена Лапушкина призвала усилить контроль с выявлением правонарушений в районах. Цель – навести порядок на территории города. Безусловно, вы все видите, что у нас руководители региона крайне внимательно относятся к содержанию территории. И у нас с вами здесь есть очень большие вопросы. Есть вопросы по работе управляющих компаний. Конечно, мы все видим, что у нас проблемы с вывозом мусора. Вы сами ездите по району, видите, что у нас и покос травы где-то не осуществлен, поэтому убедительные просьбы взять это на контроль и все-таки активизировать работу административных комиссий. Глава города отметила, что сейчас готовится предложение для руководителя региона об изменении 115-го закона Самарской области об административных правонарушениях. И все участники совещания могут внести свои коррективы. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События. В интересах детей в Самаре в центре дополнительного образования «Крылатый» проводится капитальный ремонт крыши. Но активисты требуют остановить процесс. Они видели, что вокруг здания летают стрижи и боятся, что ремонтные работы повредят популяции птиц. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. В Самарском центре дополнительного образования «Крылатый» проводится капитальный ремонт крыши, который жизненно необходим учреждению. Учебный год закончился в мае, а в июне на базе центра работал лагерь дневного пребывания. Поэтому к ремонтным работам приступили в июле. Но нашлись те, кто оказался против обновления кровли. Самарские зоозащитники потребовали прекращения работ до 15 августа. По их словам, под крышей гнездятся стрижи, и ремонт может навредить их популяции. Они ставят вопрос ребром. То есть, либо жизнь птенцов, либо права детей на занятия. Наша позиция простая. Нам нужно начать учебный процесс. Нам нужно не допустить срыва его начала. При этом сотрудники центра говорят, что перед началом работ крышу осматривали специалисты. Признаков гнездования стрижей не обнаружили. После обращения активистов была произведена повторная проверка. Ситуация сложилась неоднозначная. И, конечно, прежде всего нам необходимо соблюсти баланс между сохранением животного мира и проведением ремонтных работ в срок. Выезжали специалисты на объект, осматривали помещение. И признаков присутствия стрижей, гнезд стрижей не было обнаружено. На сегодняшний день в Крылатом занимается 3000 детей и работает детский сад. Для того, чтобы обеспечить благополучие и безопасность воспитанников, необходимо закончить ремонт крыши за лето. Родители детей, обучающихся в центре, поддерживают руководство учреждения. Директор показал фотографию, на которой видно, что никаких гнезд на крыше нет. Соответственно, мы спасаем птенцов, которых нет. Я верю Крылатому. Что касается выпавших птенцов, да, такое случается. Это естественный отбор. В соседних домах тоже падают птенцы. Но и как активистов они не волнуют. Представители центра утверждают, что стрижи не живут под крышей учреждения, а запланированные работы необходимо провести в срок. Елизавета Прокопенкова, Николай Епифанов, События. Обновляют дорогу к промышленным предприятиям. В Самаре начались ремонтные работы на проезде Мальцево в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В порядок приведут участок длиной 1300 метров от прожекторной до заводского шоссе. Также дополнительно укрепят съезды с улицы и обновят тротуары. Работы начали с фрезерования старого покрытия. С подробностями Андрея Горгуленко. Фрезеровальная машина с двухметровым барабаном – главный солист в команде дорожно-строительной техники в начале ремонтных работ на проезде Мальцево в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В унисон работают самосвалы, в которые загружается срезанный асфальт, комбинированная дорожная машина с водой, трактор для уборки смета. А дорожные рабочие вручную подчищают то, что не смогла подцепить техника. Асфальтоукладчик с высокопрочной асфальтобетонной смесью последнего поколения здесь появится позже. А пока по 5-8 тысяч квадратных метров за смену полосу за полосой фреза оставляет улицу без верхнего слоя асфальта. Холодные фрезерования – это производство с собой механическое срезание асфальтобетона без каких-либо термических воздействий на него. На данный участок прямой ход основной дороги будет отфрезерована за две смены. На третью смену будем дорабатывать все примыкания, съезды, парковочные места кармана. Специалисты трудились без выходных. С первым видом работ справились уже к началу текущей недели, уделив повышенное внимание продольному и поперечному уклонам дороги. Особое внимание будет уделено и съездам, потому что они ведут к различным предприятиям. Поэтому, чтобы дорога выдерживала движение большегрузов у заводов и других промышленных компаний, планируется выполнить дополнительное укрепление основания. Там, где, согласно кадастровым данным, территория относится к уличной дорожной сети. Также подрядчики поднимут люки колодцев на проектную высоту, заменят крышки на антивандальные, антишумовые. По всей длине участка произведут замену бортового камня. После фрезерования приступают именно к этим видам работ. В дальнейшем, там, где необходимо, выполнят обновление тротуаров, устроят новый асфальт. Тротуары там очень востребованы. У нас поступало огромное количество жалоб по этой территории, поэтому приняли решение отремонтировать там тротуары для работников промышленных предприятий. И в настоящий момент сейчас дефектовали тротуары совместно с подрядчиками. Будем приступать к ремонту тротуаров, где они совсем разрушены и пришли в негодность. Контроль за выполнением работ на каждом этапе осуществляют специалисты профильного городского департамента и его подведомственного учреждения МБУ «Дорожное хозяйство». Они проверяют соблюдение всех нормативных значений, в том числе будут следить и за качеством асфальта. Испытания проведут в специальной лаборатории. К оплате будут приниматься только те работы, которые подрядчик выполнит в соответствии с национальными стандартами, в заданных параметрах, согласно условиям муниципального контракта. За изменениями наблюдают и жители города, которые работают в этом районе. И с нетерпением ждут, когда можно будет ездить по отремонтированной дороге. Ну, до этого ямы были. Тяжело было, особенно в дождливую погоду, потому что, ну, не видно же их. Как бы езжу каждый день практически. На данный момент общая готовность участка около 40%. Планируется, что все работы по укладке нового слоя асфальтобетона на проезде Мальцево от прожекторной до заводского шоссе протяженностью 1300 метров начнутся примерно через две с половиной недели. На период ремонта полностью дорога не перекрывается. Движение транспорта возможно по свободным полосам. Андрей Горгулин, Кавалерий Майоров, Константин Головин. События. О негордости, достоянии Самарской губернии. Прошли огонь, воду, рука, обраку. Сохранили теплые чувства, любовь и уважение сквозь года. В Самаре чествовали супружеские пары, которые состоят в браке более 25 лет. Мероприятие приурочили ко дню семьи, любви и верности. Подробности в сюжете Галины Топилиной. Наталья и Александра Медведкова вошли в число семей, которых наградили медалью за любовь и верность. Супруги вместе 28 лет. Познакомились на заводе «Прогресс». Работали в одном цехе. По словам Натальи и Александра, их секрет семейного благополучия – это любовь, доверие и взаимопомощь. За годы брака воспитали 15 детей, 12 из которых приемные. Сегодня супруги уже в статусе бабушки и дедушки. Помогают растить внуков, хотя еще продолжают воспитывать младших девятерых детей. Стараемся детей объединить. И никогда мы не делили приемных и кровных детей, потому что как бы это нереально. Потому что многие приемные дети приходили со всеми младенцами. Но мы их родили. Как это они будут чужие? Они же не чужие, они же такие же рожденные, рожденные сердцем, рожденные в нашей семье. Сегодня в День семьи, любви и верности награду за любовь и верность вручают семьям, которые состоят в браке более четверти века и внесли вклад в развитие Самарской области. Торжественная церемония чествования семей прошла во дворце бракосочетания. Собравшихся поздравил в Рио вице-губернатора Вячеслав Романов. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, семейного долголетия, чтобы ваш пример, когда вы многие годы идете рука по браку, помогая друг друга, поддерживая друг друга, являясь примером для других, чтобы таких примеров на Самарской земле и в России как можно было больше. Счастья, любви и взаимопонимания. С праздником! Торжественная церемония завершилась гимном семьи. Друг друга храните на все времена, живите в ладу и гармонии. По решению президента России этот год в стране объявлен годом семьи. Его цель – сохранение и защита традиционных семейных ценностей. Галина Топилина, Григорий Плешаков, События. Всероссийский фестиваль семейного художественного творчества прошел в Самарском этнопарке «Дружба народов». Там работали национальные дома и подворья, выставка изделий декоративно-прикладного творчества, площадка, семейная библиотека и гастрономические локации. Также для гостей праздника приготовили концерт. Подробности в нашем сюжете. На Всероссийский фестиваль семейного художественного творчества в Самару съехались участники со всей страны. Открылся фестиваль на сцене этнопарка «Дружба народов», в котором приняли участие коллективы разных национальностей. Я очень рада вас приветствовать здесь сегодня на этом замечательном празднике, на Всероссийском фестивале «Семья России». Про семейные ценности сегодня уже было очень много сказано. Это действительно важно. И то, что мы это ценим, этим дорожим, это пример того, что сегодня здесь собралось столько людей. Я благодарна нашим гостям, которые доехали до Самарской области для того, чтобы нас порадовать своим творчеством. Семья Буровых приехала из Волгограда. Много лет назад они создали ансамбль данских казаков под названием «Семья». В песнях воспевают народные традиции и казачью культуру. Свой репертуар исполнили на сцене этнопарка «Дружба народов». Уверены, такие фестивали помогают жителям страны больше узнать о национальных традициях проживающих здесь народов и предотвращают непонимание. В этнопарке первое. Это удивительное место. Нам очень понравилось. Очень много интересного, нового для себя подчеркнули в плане разнообразия этих традиций и этносов их культур. Гости фестиваля могли заглянуть в национальные подворья, познакомиться с бытом разных народов, проживающих на Самарской земле. Работала выставка изделия декоративно-прикладного творчества «Трогательная ярмарка». Супруги Погодины привезли поделки из трав, произрастающих на Солнечной поляне. Так называется их село. Здесь и куклы-обереги, и головные уборы, и украшения для дома. То есть это травы наши, весные, которые вдохновляют к творчеству. И как художника здесь минимальная работа, то есть именно собрать и в нужном порядке все это расположить. Гости праздника отмечали, такие фестивали важны. Они сплачивают жителей региона и страны в целом, помогают проникнуться национальными традициями и культурой. Нам очень нравится. Мы уже не первый раз здесь, поэтому нам все нравится. Мы очень довольны, очень много красивых локаций. То, что есть возможность посетить дома всей семьей, это замечательно. Я считаю, это скрепляет семью. Здорово. Здесь мы чувствуем, что все вместе, что мы один народ, одна страна. Несмотря на то, что разные, немножко цветом кожи, цветом волос, акцентом, языком, но мы все вместе, дружны и живем на одной земле. На фестивале также работали площадка семейной библиотеки и гастрономические локации, на которых можно было отведать национальную кухню. Виктория Шары, Константин Головин. События. Самое масштабное и душевное событие для Самарского региона. В этом году Грушинский фестиваль в привычном месте на Поляне решили не проводить в целях безопасности. Он прошел в Струковском саду. Формат необычный, но традиции сохранены. Песни под гитару, общение, улыбки и смех. Подробности у Полины Челяковой. Любовь к бардовской песне у Татьяны Ляндрис появилась с самого детства. В 15 лет она начала сочинять песни. Татьяна – завсегдатый Грушинского фестиваля. Ездит туда уже более 30 лет. Рассказывает, несколько лет даже сидела в жюри на первом туре. Несмотря на то, что формат Груши в этом году нетрадиционный, пропустить фестиваль Татьяна не смогла. Вообще это достояние Самарской области. Это такой феномен, когда у людей в планах стоит, что они приедут на Грушинский. Это часть жизни. В Струковском саду во время фестиваля работали три сцены. Патриотическая и семейная песня, а также сцена в формате открытого микрофона. Любой желающий мог исполнить свою песню. Также для гостей праздника работали тематические площадки, были организованы мастер-классы. Не проводить его, наверное, уже даже не то, что не получится, а, наверное, нельзя не проводить. Потому что это традиционный фестиваль, который привлекает огромное количество человек. Наследие, которое сохраняется в веках и через этот фестиваль в том числе. А также этот фестиваль рождает новых каких-то авторов, которые пишут уже о современных каких-то вещах, проблемах. У нас всегда была своя идея. Очень красивая и, главное, простая защита нашего отечества. Вот эта сцена – это то, что должно быть сегодня везде. На Грушинский фестиваль традиционно съехались гости со всей страны. Татьяна Собина, например, приехала с компанией из Челябинска. И Самара – прекрасный город. И вот то, что сейчас мы видим на сцене. Приятно, что дети, возможно, они с своими родителями когда-то вот так вот пели бардовскую песню, слышали, увлеклись. И то, что они сейчас поют, очень трогает сердце. Программа Грушинского фестиваля завершилась галоконцертом филармонии. Полина Челюкова, Николай Сидоров. События. Фестиваль на Грушинской волне завершился галоконцертом, который прошел уже в Самарской филармонии. Подробности в следующем сюжете. На галоконцерте фестиваля на Грушинской волне, который прошел в филармонии, только самые преданные поклонники авторской песни. Многие из них ежегодно посещали грушу на поляне. И сейчас непривычный формат настоящих любителей авторской песни не смутил. Среди них и жительница Самары, неизменно гость фестиваля Татьяна Габдушева. Это наш фестиваль. Он имеет свою историю, он имеет свои корни. Он объединяет всех детей разного возраста, молодежь, старшее поколение. Грушинские, скорее всего, это как традиция. Она вот идет, знаете, начинают родители, дальше уже приезжают родители со своими внуками. Галоконцерт открылся выступлением грушинского трио. Барды исполнили песню, посвященную памяти Валерия Грушина. Зал слушал артистов стоя. Где тайга синей, чем небо где? Раз и только на Таёжной, на реке гудя. Песни исполняли и гости из других городов. Лидия Чебоксарова и ее муж Евгений Котмышев приехали на фестиваль из Москвы. Счастье, как призна, да и тревожна, Жизнь, она и вовсе, одна, вторая не будет. В Риму с собой взять не можно. В филармонии выступили и представители сцены «За победу», которая располагалась в Струковском саду. В этом году один из блоков фестиваля состоял из песен патриотической направленности. Елизавета Прокопенкова, Сергей Баскин, События. Центр изучения потребительского поведения Роскачества провел опрос среди россиян с целью выяснить, куда они путешествовали в прошлом году. Как показала статистика, 88% сограждан предпочли поездки внутри России. При этом 52% отправились за пределы своего федерального округа, а 36% его не покидали. Краснодарский край остается абсолютным лидером. По популярности за 2023 год его посетили 23% опрошенных. 15% выбрали по Волжье, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Самару, Саратов, Волгоград, Астрахань. Санкт-Петербург и Москва оказались в рейтинге ниже. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они сегодня писали на своих информационных площадках. Администрация Кировского района Самары призывает регулярно ходить на профосмотры и диспансеризацию. Это помогает вовремя диагностировать онкологические заболевания. Работающие граждан поликлиники готовы принять в вечернее время и в субботу. Жители сел могут начать диспансеризацию в своем ФАПе. Для записи на конкретный день необходимо обратиться в поликлинику. Записаться на медосмотр можно дистанционно, по телефону поликлиники или на портале госуслуги. Профилактической работе уделяется особое внимание в рамках реализации национальных проектов здравоохранения и демографии. Телеграм-канал Администрации Железнодорожного района призывает самарцев стать соавтором социокультурных трендов вместе с форумом «Ладога». 7 дней молодежного события, 600 единомышленников и 100 спикеров. На форуме можно узнать, как создать молодежные проекты, направленные на формирование современной идентичности, построение гармоничного общества и сохранение исторического наследия. Подать бесплатную заявку можно на сайте «Росмолодежь. События». Форум пройдет с 9 по 15 сентября. Регистрация открыта до 9 июля. Открытое окно – прямой путь к трагедии, напоминает телеграм-канал Администрации Самары «Вести с Дворянской». Чтобы предотвратить несчастные случаи, нужно установить на окна блокираторы. Нельзя оставлять открытое окно, уходя из комнаты. Не нужно ставить к окнам диваны и стулья. Стоит помнить, москитные сетки не уберегут от падения. Облокачиваться на них нельзя. На этом наш выпуск подошел к концу. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин